А слабек вот на мастер-класс пришел. В Грозном это невозможно увидеть. Стало ли за этот год Fight Nights меньше персонажей? Он был вечеринок, я увидел там. Без обид, конечно. В этом бою меня больше поразил Мариф. Вообще два человека дерутся, 0 рублей гонорад на двоих. Бойцу из поп-ммэй показали уровень. Вот если бы они, как я, считали каждый рубль. Ты вчера в SEA говорил, что они лучшие. Я говорю, а мага уже есть поп-ммэй. Ты даже говорил, что готов драться бесплатно. А вот если он сегодня в нокаут улетит, в Дуг, в Агар. Мирзаев против Брандау. Оставьте уже человека в покое. Что вы там хотите? Его там жестко нокаутирует какой-нибудь вообще олень. Да нет, кофе, ботин. Мы разочарованы. Да, по понятийным моментам ты нас подвел. Вот это в основе. Мы никогда не будем одинаковыми. Друзья, всем привет. Вы на канале Спорт24. Меня зовут Ярослав Степанов. Рядом, как всегда, Алексей Махно. Это очередной выпуск программы Хуквам. Ну, даже не очередной, а такой выпуск, который бывает только раз в год. Вот ровно год назад у нас тоже напротив сидели Камил Гаджиев, Асланбек Бадаев. Сейчас история повторяется. Парни, приветствую еще раз. Получается, накануне, Камил, ты сказал такую громкую фразу, практически треш-ток. Ну, что, на завтра назначен небольшой мастер-класс. На него приглашал Асланбек Бадаев. Это произойдет на программе Хуквам. Нет, только это когда кто-то не согласен, а здесь же все согласны. Ну, это смотреть, как смотреть. А Асланбек вот на мастер-класс пришел бы, бля. В чем бесплатный, бля. Дорогого стоит, я считаю. Упремся, упремся сегодня. Ну, вот год назад мы заканчивали беседу, просьбы посоветовать друг другу. Ну, в плане развития лига. Камил тогда сказал, что хотел бы видеть в АСЕ и побольше девушек на трибунах и в зрительском зале. А Асланбек Камилу тогда посоветовал, точнее, захотел, чтобы все-таки спортивная составляющая была у Fight Nights более укомплектованной, было меньше персонажей, так скажем и прочего. Вот, Камил, как ты считаешь, стало ли за этот год в Fight Nights меньше персонажей? И стало ли спортивной составляющей, она более такая укомплектованная? Ну, персонажей меньше не стало, потому что персонаж для меня такое не обидное слово. Ну, персонаж, вот, Мариф, например, персонаж. Вот, она такая. Ну, не, я его считаю персонажем. Ну, просто персонаж такой, знаешь, персонаж-то какой-то, значит, что-то такое, условно, там, театральное, киношное, знаешь, и так далее. Вот и все. При всем при том, что человек может быть отличным атлетом. Что касается качества поединков, мне кажется, что, если брать этот год, Fight Nights стало побольше поединков, которые, логика которых подсказана предыдущими событиями. Ну, вот, например, здесь подрался, условно, Пронин-Буторин, а здесь Крюков, например, с Ермольенко. В следующий бой перетекли Ермольенко с Буториным, а Крюков с Пронином. Вот как-то вот одни и те же люди, 5-6 человек, скажем так, дерутся между собой. То есть появляется такая нормальная, здоровая логика, которая наиболее всего заметна и понятна в UFC, в котором люди находятся на долгосрочных эксклюзивных контрактах. Но я думаю, что все, кто к спорту имеет отношение, а вас смотрят на такие люди, они поняли, о чем я говорю. Более понятный матчмейкинг, скажем так, более очевидный для людей. Аслабек, скажи, а если взять Лигуэйсей, поменялось что-то касаемо аудитории зрительского зала? Стало побольше женщин? Да, мы над этим работали, и ты сам был свидетелем в Минске, допустим. Это был такой показательный турнир, мы тогда вместе порадовались, когда такая, скажем так, разношерстная публика была. Девочки, спортсмены из других видов спорта, из кикбоксинга, из футбола. Ну, больше было похоже то, чем сейчас, да, и в принципе всегда Fight Night занималась, вот светская вечеринка, скажем так. Это было. Это было на разных турнирах, в Минске наиболее это прослеживалось. Но также мы должны понимать, какая география у Лиги ACA. В Грозном это невозможно увидеть. В Грозном был заполненный зал, была атмосфера, да, то, что нам нужно, и то, чего не всегда хватает. В Минске было именно больше девушек на трибунах, больше представителей, скажем так, селебрити и так далее. А в Москве, ну, в Москве, наверное, есть пока еще над чем поработать, потому что здесь все-таки именно спортивная целевая аудитория к нам приходит больше. Все-таки эти спортивные парни со сломанными ушами на первых рядах больше это прослеживается. Ну, не кажется тебе, что вот такая аудитория, знаешь, там вот сидят портеры или рингсайд, парни такие бородатые с половинными ушами, вот с такими шеями, немного вот там девчат или каких-нибудь ребят, которые хотят вот скрасить вечер спортивным мероприятием, немножко это отпугивает? Да, возможно, возможно, это так и есть, но с другой стороны, мы лига ACA, и у нас есть определенная философия, мы от нее не можем отказаться. Но другое дело, что при этом мы можем подтягивать кого-то, мы можем подтягивать блогеров, мы можем работать как раз-таки с представительницами слабого пола, мы можем над этим работать, и мы работаем. Но пока именно здесь, в столице, почему-то этот процесс так более тяжело протекает. Я знаю, кстати, почему, сейчас отвечу, на мой взгляд, почему. А вот как ты считаешь, вот этот слоган «Less show more fighting» он еще рабочий или его уже все, похоронили? Ну, мы его, скажем так, на первый план не выводим, как раньше. И плюс, мы недавно об этом говорили, и что мы вкладывали в это понятие? Больше боев, меньше шоу. Ну, это может быть 51% боев, 49% шоу. То есть мы не отказываемся от этого. Он мне просто всегда казался абсурдным. Знаешь, почему? Потому что, почему, например, не сделать в свое время «more show more fighting»? То есть как может быть «Less show» вообще в наше время, вот если разобраться? Ведь шоу же это же не то, что девчонки, которые там из трусов выпрыгивают, да? Но мы об этом и говорим. Да, ведь шоу, извините, любая пресс-конференция – это тоже шоу само по себе, да? У кого-то оно качественное, у кого-то менее. То есть он, в принципе, абсурден. Он противоречит вообще философии ММА как таковому, да? Потому что ММА – это все-таки развлечение. Оно всегда было, есть и будет таким. Если мы просто устанавливаем, кто круче, то можно просто штамповать чемпионаты России, там, и мира, и Европы, и ММА, и там это выяснять, ну, по большому счету. То есть это развлечение. Entertainment, скажем так, да? Поэтому, мне кажется, слоган «more show more fighting», если бы он в свое время прозвучал, то ESA, может быть, не потеряли бы даже какое-то драгоценное время на то, чтобы, знаешь, каких-то вещей возможно стесняться. Ну, тогда глава лиги, на тот момент БРБ Хасиев, это сказал, и все должны были бы в любом случае соответствовать. Если тогда еще ты, по-моему, не занимался этим. И если бы этим кто-то и захотел в лиге заняться, он бы не смог этого делать, потому что глава продекларировал другое. Понимаете? И поэтому ребята, которые могли сделать хорошо, интересно, и в тот момент просто нечего было в лиге делать. Ну, и просто нужно понимать, что МРБ, опять же, не говорил «нет show». Он говорил «меньше show», но при этом лига ESA, она не лишена show. То есть мы и сегодня говорим ребятам, давайте, шумите, раскручивайте поединки. Show, оно может проявляться в разном. И в нашем случае show – это без плясок, скажем так, без танцев, без ring girls, без каких-то сопровождаемых ансамблей и так далее, рэперов, что мы вчера видели. Но при этом именно раскрутка поединков, именно какие-то баталии, трэш-ток, Вахаев Джонсон примерно. Не то, чтобы мы это приветствуем, да, уже пять лет бегаете. Не-не-не-не, помимо этого тоже были моменты, ну, видишь, поэтому как бы мы не лишены этого, просто нужно нас правильно воспринимать. Вот люди просто себе заложили в голову, что нет, в шоу есть бои. Мы говорим «меньше show», это может быть 49% шоу, 51% боев. Ну, если честно, Аслан Бек, если честно, когда так говорят, лет шоу муфайтинг, именно вот первое восприятие, если не углубляться, в том, что как будто нельзя шоу. Ну, это ошибочно, конечно. Восприятие именно такое. То есть ты говоришь, что это означало, что шоу меньше, чем боев. Оно так и переводится. А воспринималось так, не нужно нам шоу, давайте нам бои. Вот, скорее всего, так. А по поводу того, почему в Москве с этим не получается, просто потому, что вы сами не москвичи. Ну, вам в этом плане легче, конечно. Да, если бы сами были москвичами, например, если бы центр, AC, ядро находилось бы в, топ-менеджмент, например, находился бы в Москве, был бы другой движ. Понимаешь? Потому что, ну, у каждого промоушна есть свой какой-то якорный регион, да? Значит, там у РСССР, это Урал, к примеру, да? И сейчас вот. У Чечни, это все-таки Кавказ, очевидно. У Файтнайтс, это всегда была Москва. И братья-си персонали, ну, Леха Иценко же не москвич, и в Москве, насколько я понимаю, не живет, да? Майрбек Хасиев тоже в Москве, ну, редко, я очень редко вижу в Москве, например, да? Хотя везде бываю. Ну, то есть, ну, и другие люди. Наездами в Москву. А это же ежедневное движение, ты же это комьюнити создаешь. Вчера прошел турнир Файтнайтс, и журналист Вадим Тихомиров очень интересно так подметил, что у Файтнайтс, в целом, у Камилы в частности, есть такая черта, что ли, такая способность идти по тонкой грани, вот, и сдерживать баланс между вечеринкой и спортом, да? И вот вчера мы, в принципе, это прочувствовать смогли. Асланбек, ты был тоже на боях? Прочувствовал ли ты? Он был на вечеринке. На вечеринке, да, больше? А он что у нас сидел в рейксайте? Это же все вот, все, что вокруг клетки, это вечеринка. Ну, я наблюдал, да. Да, смотри, клетка, это бой, вокруг вечеринка. Запашный, носов. Дальше, этот, трибуны, это снова бой, потом вип-ложи, это снова вечеринка, и то, что по телевизору, это снова бой. Он был на вечеринке, я увидел там. А прочувствовал ли ты атмосферу вечеринки? Да, атмосферу прочувствовал, и респектнул Камилу, это было круто. Камил умеет создавать атмосферу. Мы, в принципе, и не отрицали этого, мы всегда отдавали должное, и нужно отдавать там, где оно есть. Именно создать эту атмосферу, атмосферу легкости, атмосферу праздника. Вот эта публика, скажем так, разнообразная, футболист Джики, носов дюдаист, Запашный. Соболев. Да, Соболев. Ну, как бы, это реально, ребят. Плюс забиться Медов приехал. Это было актуально, потому что два азербайджанца в главном и со главным поединках, азербайджанские флаги на трибунах. Было круто. В плане атмосферы вообще никаких вопросов нет. В плане вечеринки, светского мероприятия, все классно, но твое пожелание было еще в плане комплектации лиги спортивно. Преуспела лига Fight Nights в этом? Ну, я был на главном карде предварительной, так, поединки глянул до выезда. Ну, главные два боя получились хорошими, особенно Абасов, Марив, Пираев, ну и Сулумов. Неплохо Сулумов отработал. Все-таки, учитывая, да, вот, наполненность этого турнира и тех самых персонажей, да, из предварительного карда, конечно, есть сомнения, должны ли эти бойцы такого уровня драться в промоушене, да, одном из лучших промоушенов в России. Вот, были в предварительном карде ребята, которых мы, наверное, даже на Янгг Иглс не взяли бы, но без обид, конечно. Вот, я понимаю, что, наверное, есть какие-то задачи, есть какие-то задачи, Камилу виднее, что там внутри происходит, наверное, они должны драться. Но все-таки, вот, знаете, ну и вообще, с кардомом был собран по боксерскому принципу, насколько я понял. Есть главный бой, локомотив, и уже от него все, как бы, на фоне него все создается. А я всегда так делаю. То есть, знаешь как, мне кажется, что у нас всегда есть главный бой, локомотив, не дай бог, кто-то травмируется, да, и мы вокруг него все крутим. Вот, если взять все наши турниры, то всегда так и было. И многие даже не знают, кто вообще дерется в других боях. А у Иссей, напротив, у них есть 5-6 боев, о которых будут говорить, но какой-то один поединок выделять не будут. Просто в этом наша разница между промоушенами, и не знать, что там плохо или у нас плохо. Потому что если у Камила есть свои задачи, и он их выполняет, он по-своему прав. Но у нас немного другие задачи. Здесь боксерский принцип, как мы сказали. А у нас, нам очень важно, вот, знаете, вот на фоне тех заявлений, которые мы делали, и на фоне той философии, которую исповедуем, в каждый бой вкладываться. Потому что у нас в ростере 250 человек. Вот, вот. Вы заложники. Вы заложники сказанного вами. Потому что у вас мужское начало, да, в основе. Вы говорите, вот так будет. И потом просто как мужики, даже понимая, мне кажется, проигрышность каких-то вещей, вы не будете от них отказываться. Вот, let's show more fighting. Сейчас с вами про буквально закончу. Let's show more fighting. Да, всем сразу стало очевидно, что это не работает. Но раз уж сказали, нужно все равно газовать. Понимаешь? Вот то же самое, вот бои. Вот, я иногда смотрю на карты сей думаю, так, 12 боев, все пацаны уже давно в лиге. Ну, я же знаю имена, фамилии, да. 24 бойца, к примеру, из них 20 уже давно в лиге. Значит, у них уже гонорар, там, километр, да, ну, когда человек уже пятый, шестой бой в лиге проводит. 12 боев, это вы мало сказали. Не, ну, к примеру, 15. Думаю, сколько же денег на эти гонорары потрачено, я же все равно считаю, против рубля какой эффект, да, думаю, ну, столько денег, я бы за эти деньги, наверное, три карта бы слепил, к примеру, да. Но, они когда-то с бойцами подписали эти контракты, как бы слово дали, свою подпись поставили, считай, слово дали, да, и уже от этого отказаться не могут. И, я знаю, я с этим сам сталкивался, вот есть боец, Иван Иванов, Магомед Магомедов, неважно, он сидит на контракте, значит, ему надо делать бои, толку от него, медийно, вообще никакого, билет он не продает, он хороший боец, а бой ему делать надо, и платить ему километр денег надо, и поэтому, в этом смысле слова, мне кажется, и сей заложники, вот, глубины своего ростера, и вот этих вот эксклюзивных контрактов, это то, что я наблюдаю, глядя, потому что приходит человек, вы со мной подписали контракт, да, вот я один бой провел в прошлом году, да, в этом году сделайте мне два боя, они ему говорят, а что они могут ему сказать, ничего, они же не могут отказаться, расторгнуть, он же выполняет себе свое слово, а парень никак не двигается, он не развивается, медийно не развивается, толку от него, вообще никого нет, он просто с утра до вечера пашет в спортзале, все, беда, беда. Ну, да, я не соглашусь, потому что, ну, заложниками мы не стали, потому что мы специально создали этот, скажем так, эти дивизионы, этот ростер, и мы в любое время можем распустить их, у нас в принципе по контракту написано, что без объяснения причин мы можем расстаться, но почему они нам нужны, потому что у нас 16-15 турниров в году, нам нужно наполнять эти турниры, именно на количество тоже идет, скажем так, расчет, упор, нам нужно наполнять эти турниры, плюс есть местные какие-то герои, которым нам нужно давать бои, плюс местные герои не всегда дерутся друг с другом, и допустим, чеченец не дерется с чеченцем, да, там, да, дагестанец не дерется с дагестанцем, но тогда нам нужен кто-то из бразильцев, кто-то из мусульман, да, кто-то с мусульманами, как Магомед Исмаилов, допустим, и нам приходится постоянно кого-то искать, и когда мы ищем, нам говорят, у вас же ростер такой, ребята, ростер ростером, но Камил, наверное, понимает, о чем я говорю когда есть условности кто-то с кем-то не дерется поэтому я не думаю что мы стали заложниками ситуации просто у нас другой подход у на нам очень важно чтобы этот топ был чтобы у нас были рейтинги мы такая структурированная организация а в плане заработка или трат но мы никогда не преподносили себя как бизнес-модель потому что мы никогда не дали одинаковыми знаете почему потому что эти ребята я в лице асламбек и говорю про все кто за лигой стоит они могут любое количество денег потратить понимаешь и поэтому вот если вы они как я считали каждый рубль понимаешь был бы вообще другой разговор но было в другое время камера я тогда считал на самом деле это иллюзии все думали есть там был зеводин магомена к примеру то кто-то выносил мешки денег отдавал камилу не был такого зеводин первую очередь бизнесмен он также рассуждал плюс-минус просто я к чему говорю у меня как бывает вообще два человека дерутся ноль рублей гонорар на двоих в сей же это практически невозможно 0 рублей я им еще говорю билеты купите будете драться и тогда к ним как будто вопросы возникают что они дебютаты в такой лиге но мне это крутиться надо они бы даже не посмотрели не сказать давай еще каждым по три тысячи долларов навалим посмотрим как они себя покажут и вы еще и бонусы и так далее то есть мы просто изначально разные понимаете они не считают деньги а я считаю что хорошо что плохо здесь уже сложно конечно полегче когда у тебя финансовое положение такое более стабильным нам в разы легче но когда всем остальным вот вам кто на это все смотрит не было бы так интересно правильно а сейчас кто-то выбирает из и кто-то выбирает fight nice правильно и плюс да нам очень важно соответствовать скажем так определенным стандартам вот допустим ты был на острове я помню это дело оттуда репортаж там как встречают как заселяют как относятся насколько по времени там эти всякие медиапроцедуры происходят и это все вложение и нам очень важно чтобы какой-то экс чемпион или x-боец и если приезжал в качестве участника или в качестве я не знаю секунданта и он ничего себе и си и как тут все организованно летит сша и горд ребята вы слышали об этой организации они круто работают мы говорим о ее все а там есть и сей это сарафанное радио она привлекает к нам внимание не да не то чтобы мы не считаем деньги потому что мы с тем же артемом резниковым тогда не рубились бы да если бы мы не считали деньги но как бы иногда понимаете нужно вкладывать чтобы соответствовать своему статусу и тому как мы себя преподносим любом я думаю с артемом значит почему то рубились потому что вы не могли просто артему но во первых вам не понравилось то что он просто в одностороннем порядке начал просто говорить давайте по-другому это тоже чисто мужской аспект а второе то что есть еще нюанс бойцы всегда смотрят за гонорарами друг друга ну да раз кому-то приподнял там пришли особенно если все на долгосрочном контракте еще сложнее разговаривать вроде бы человеку рубль положит приходит новый человек в лигу ему почему-то дали два тот у кого рубль сразу приходит я здесь пять лет уже дерусь и так далее я поэтому себя этим не обременяю я всегда говорю ребят мне когда говорят вот ты заплатил к минееву смелу там по 15 миллионов ну хорошо мы сами тоже заработали давайте вместе зарабатывать скажем так для меня нет понятия большой или маленький гонорар для меня есть понятие заслуженный или не заслуженный здесь еще другая схема здесь считается рейтинг спортсмена где выигрывайте проигрывайте оступился где дальше пошел тогда я другими категориями ну и путь до путь в лиге потому что это тоже важно когда новичок приходит и говорит примерно два-три боя проведя почему вы мне как вартанян у не платить или как багову не платите который там с минимальной суммы шли там по 10 боев делали это тоже не всегда правильно бывает а продает бага в билеты ну да особенно в краснодаре на самом деле он хоть и неразговорчивый но он такой харизматичный он привлекает внимание у него есть задатки чтобы стать звездой вот если бы он чуть говорил бы хотя бы я бы продает бага в билеты ну да ну да или да это такие две большие краснодаре продает билеты продает потому что кабардино-балкария недалеко и плюс даже наверное не один он а именно вот эти черкесские бойцы плюс местные бойцы с адыгей когда он приксе комплексе комплексе вот это черкесский сектор скажем так он я кстати работая слабо работа очень черкесским черкесским фактором у вас потому что в основном все бойцы черкесы такие ключевые они все высей себя пока это направление не развивал у меня так же то азербайджанцы у вас до азербайджанцы у нас лишь как на риман и еще еще такие такир в дулаев ну на риман они бы в любом случае все на риманом пришли все эти ребята на риман как бы все-таки он чемпион он уже много лет они уже привыкли на него ходить они всегда приходят на него как на праздник потому что он всегда им праздник дарит всегда выигрывает но вот если как раз возвращаться на такие свежие рельсы вчерашнего боя на риман марив на риман уже четвертую защиту проводит и в принципе он наверное мало кого может удивить своей такой стабильностью своим давлением то что он показывает в бою в принципе мы уже понимаем вот если говорить про марифа каждого из вас чем он удивил с положительной точки зрения с отрицательной основе удивил тем что сделал вес я был уверен что не сделает и удивил еще тем что после дикой веса гонки сколько там килограмм итоге было 20 20 до кто-то 26 говорил я 26 сказал там комментариях там какое 26 там 16 кто-то 20 20 но я думаю по 90 он по-любому весит учитывая и после такой дикой веса гонки он вышел я не скажу что в целом этот бой был конкурентным но были эпизоды где он огрызался где его родал и где он держал и во втором тоже там были моменты я вот со сломбеком полностью согласен вот все что он сейчас сказал дословно просто повторю поэтому можете на меня даже время не терять то что он согнал вес это что он реально от но он возвращал на он получит 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 потом бах взорвался отдал где-то ноги выкидывал то есть первый раунд более-менее второе же стал менее конкурентный понятное дело и пошло поехал третий был вообще беда было я думаю был бы финиш и мы не будем конечно да там преуменьшать победу на римана все-таки он главный герой он выиграл он защитил пояс но в этом бою меня больше поразил морив потому что вот это его висогонка дикая эта стойкость после висогонки и что немаловажно вот мне очень нравится как морив воспринял это поражение работа в соцсетях то есть он понимает что неудачный день в офисе идем дальше он не убивается он не ищет оправдание он не говорит что там глаз ткнули если бы не ткнули я бы восстановился там вот но он профессионал он вырос в этом плане молодец ну и на риман конечно парень такой темп дает давайте ему тоже должны отдадим но я думаю он заслуживает более наверно высокую позицию но медийная работа марифа до сказали мне кажется на вообще к это прям ну запредельно вот что можно было взять от попом и вот эта история когда ты делаешь вес параллельно то успеваешь делать из этом stories за день бой заканчивается который ты проигрываешь ты себя чувствуешь очевидно не очень ты все равно умудряешься что-то сказать людям и ну то есть это же самое важное и процесс висогонки он его не скрывал это тоже тяжело бойцы когда гоняют не открываются да он не закрывался он не скрывал и принципе надо дать должное то что вы из этого сделали отдельную историю шоу именно вот этот импульс это волна что висогонка сделать не сделать спор не спор это привлекло дополнительное внимание после этого поединка уже окончательно понимаем что морев покажет все свои навыки а мы прекрасно знаем что он боец высоких навыков хороших только в 77 килограмм да я вообще не верю что 70 килограмму но вообще я думаю как вспомнит этот чем пришлось столкнуться он конечно говорит все как никогда был готов это во первых когда вспоминает наверно свои минус 20 ему тяжело будет на это настроиться а во вторых он теперь-то понимает что после этого драться очень очень тяжело гораздо тяжелее чем подумать а почему бы ему не подраться в 77 за пояс я ну это ваши планы но тем не менее вот я смотрю на это почему бы ему с бекрёвым не подраться я думаю у него больше шансов было бы то но вот еще интересный момент мы знаем за что на риман сейчас там последнего боит там шамиль амиров это шамиль завуров это подготовка жесткого сейчас вот бой против марифа готовился пять месяцев то есть не вылазил из зала буквально мариф последний его этап это в основном тоже заходы в поп-ммэ это бои там три раунда по две минуты с бойцами но очевидно не такого высокого спортивного уровня как могли бы быть подготовка наверное не то а можно сказать там еще и положение вещей такое что результат вообще не давит и это тоже да то что там подрался и уже по 20 раз по разным правилам подрались все уже перестали понимать кто с кем как и почему каких перчатках и там кто у кого выиграл то проиграл уже даже не понимаешь не интересно принципе так и можно сказать что вот за счет этого уровень твой тоже в целом он как бы падает потому что ты не привык ты выходишь клетку с человеком ну и ты получаешь удары которых не получал например давно ты проходишь подготовку которую не проходил давно и твой общий уровень он немножко все-таки страдает случае с марифом ты до чего да конечно конечно по любому как вчера говорили бойцу из поп-ммэ показали уровень хотя нас классического ммэ начинал мне кажется то что он распыляется поп-ммэ классическое ммэ это снизила навыки его и уровень целом уже не надо себя мотивировать так готовиться ты понимаешь что выйдешь какой-то я не хочу сказать булкой но ты выйдешь человек который вообще бороться не умеет так часто же бывает поп-ммэ и в случае чего там возьмешь там ковырнешь как бы бросишь там что-то такое сделать а сейчас вообще ну или просто по боксу например у них там часовой такие поединке в перчатках а бокс да да ну вы мои перчатка что так с моряком было у марифа это это подготовка просто вот руки и функционалка а когда ты дерешься по ммэй вообще другой цикл а надо борьбу надо подтягивать и тогда станция другая другая длина раундов понимаешь гораздо более сложная подготовка ну не турнира файт найс прошла пресс-конференция в москве лиге сей посвященная как раз гран-при собрали всех участников вот как ты считаешь то ли тот ли этот способ которым нужно продвигать гран-при не знаю смотрел ли ты может быть видел отрывки пресс-конференции интересно ли тебе было я считаю что пресс-конференция таких делах нужно обязательно я не смотрел потому что у нас в этот день взвешивания но и честно я не я не я не смотрю я потом знаешь как никогда не смотрю пресс-конференции ничьи я только какие-то потом instagram часто нарезки попадаю да если кто-то что-то важное сказал иногда и какие-то перлы иногда и какие-то там мысли иногда это вызовы они же гуляют сети вот они мне попадаются их я смотрю потом так пресс-конференцию целиком смотреть ну как бы я вы я не знаю я бы например рифайт найс быть пресс-конференцию будь я болельщикам от начала бы до конца не смотрел ну потому что все равно это полтора-два часа времени это катастрофа вот так но я видел что там не очень весело было вот на подкасте я видел что там ну во первых там кто-то не сбросил фотографию написал коротко значит о коротко о прошедшем и венте но четко как я же все же чуть на приколе на этот счет да что россии может больше чем делает мне кто-то сбросил фотку написал смотри значит коротко об этом смотри рашид кстати с улыбкой юсу в момент такой поймали понятно юсуф смотрит низ али али багов а это либо досмотреть низ даю сус по слева эдик вартанян назначит как франта продолжает в этот день рождения он на осанке лёха и ценка значит ему весело и юсуф такой ну а на самом деле я думаю здесь что-то интересное обсуждали потому что двое с улыбками мы все равно как-то вот как будто в один в одну сторону смотрят другую другую поймали просто момент но это вы знаете важно было именно визуализировать весь состав этого гран-при да мы не смогли 8 человек собрать потому что по понятным причинам политическим разнообразным причинам мы не смогли всех провести поэтому два боя уже прошло мы не ждали много вот это пресс-конференции в плане наполненности да потому что именно важно было собрать их вместе провести дуэль взглядов и я тоже не смотрю полный пресс-конференции я уверен 90 процентов не смотрят главное face to face какие-то выдержки и все но это же не единственный способ раскрутки можно ли сказать что вот если например финал гран-при не получится резников раисов то гран-при ну так скажем не удалось не обравдал себя как ты считаешь они разведены да да как раз но я так меня специально же делал на разведение крик также и вартанян багов тоже разведен с таким крепким составом всерьез рассчитывать на то что резников и раисов оба точно добегут до финала этого первого это типа пойти в ва-бан топе да вот а так конечно это сделало бы этот бой еще круче они просто взяли подрались в реванши они через все эти сложности трение и так далее через спортивную составляющую дошли до финала и встретятся это конечно она был бы супер бой на самом деле ну не будем да наверное отрицать то что говорить сегодня там то что мы бы этого не хотели будет лукавством конечно в какая-то часть нас хочет чтобы как камил говорит это произошло в финале это будет более ценно если у друга не не подерутся мы можем отбой сделать после он не будет таким ценным но это все равно будет скажем так масштабное событие а гран-при в любом случае удалось арик потому что гран-при его нельзя делать часто но если вот делать периодически там периоде с периодичностью несколько лет она будет заходить в любом случае это какой-то импульс вот еще совет был от камилла что со стороны лиги было бы здорово сказать ребятам мол газуйте до чтобы они сами это делали но я понимаю что лига например может какой-то посыл уже этот направлять бойцам но с другой стороны нет такого что бойцы в голове как бы держат вот я сейчас что-то скажу лишнее и за это может прилететь как свое время например прилетела георгию карханян задним числом понятно что он был перебор и все такое но по сути его трештоком так скажем воспользовались бой прошел после боя он как бы поплатился за то что говорил до боя на и в итоге у бойцов просто мысль а зачем мне что-то говорить если я могу как бы показывать высокий спортивный уровень с меня ничего не требует и я могу продвигаться так как продвигался бы без там личных разговоров эти рамки не видим да я больше у всех разные но мы можем только предполагать из-за этого ли они такие но я знаю одно по факту да то что одни и те же ребята могут драться у нас молчать у них хорошие гонорары на них делается ставка но они молчат они вот и себя не могут даже на этой пресс-конференции главные спикеры в лице вартаняна раисова резникова я думаю не отработали они они были довольно пассивными но потом они идут камилу и там они раскрываются возможно они камилу больше доверяют возможно камил их раскрывает более свободно они с ним чувствуют себя здесь наоборот но мы не накладываем какие-то рамки мы говорим действуйте работаете и газуйте но есть определенные рамки похабщина которая не нужно идти а так и мэйрбек говорит вот буквально мы общались не дал огар действуйте мы ничего не говори а говорил в чем вопрос нужно сломбека выдвигать на передний план где мы это недавно общались тоже это было есть пресс подходе миша есть никуда этого один из советов был газу я сломбеку продвигаться медида вот здесь его сломбек сидел на пресс-конференции потому что он разговаривает с бойцами на понятном им языке да он сам из этой природы скажем так и он бы сам задавал некий тренд примеру да они понимали что если сломбек об этом говорит можно об этом поговорить понимаешь там должен человек он должен разговаривать он должен общаться должен быть открыт вот и все может быть этого нет может какая-то проблема просто другая существует камила может быть такое что вот представим я в лиге сей создаю в своей голове какие-то рамки а все потому что я потренировался подрался у меня по контракту столько боев я получу свой километр денег неважно буду я говорить не буду а прихожу я к камилу и камил мне говорит слушай я тебе не плачу гонорара я ищу как мы можем заработать вместе сейчас даже по-другому лег сейчас даже не так сейчас мне кажется что как мы понимаем глядя немножко со стороны мы изнутри дел не знаем что сейчас у бойца есть например контракт на 6 боев и у него там условно условно 23 долларов плюс 20 тысяч долларов примеру да он их может заработать и начав что-то говорить он больше не заработает точно а еще и может встрять ему еще могут как бы замечание сделать и он думает зачем я буду что-то говорить возьмут уволят что-то не так скажу как бы да где-то не буду в формате присутствует да зачем мне это нужно лучше спокойно буду работать зарабатывать или просто ленятся и молчать тебя если я приду к вам вот вы мне скажете заработаешь рубль станешь интересным за для людей заработаешь 3 и дима может вот причина в этом немного можно да поискать инструменты инструменты чтобы их расшевелить и чтобы было что терять допустим пример того же вахаева который мы пять лет говорим цитирую камилла или там я не знаю биберта туменова ну и работают ребята депо ства хай биберт постоянно как у него образ такой ну есть ребята которые это делают и высказывание и толкаются иногда даже добираются в лиге есть хиромагомедова допустим перед последним боем и сей такие ребята есть просто из-за того что их вообще в принципе много конкретно на этих людей не успевает лига сделать акцент вот о чем я говорил я бы взял этих людей здесь у меня в лиге как я взял там 10 самородков да и каждому из них как бы надул паруса сказал давай газу и делай вокруг него начинает все это крутиться понимаешь а в лиге вайсе вообще в принципе бойцов три раза больше которые вот в ростре на эксклюзивном контракте и поэтому пацаны вот такие вот ты правильно сказал бибер там тот же гаджу мурат со своими историями да там потом этот но есть они вахаев тот же у него всегда у него есть которые не мерхангу лиф до который есть да в этот штырков но сейчас не важно он в момент когда был он чуть двигался дарком на интересно было все что вокруг него но игры из-за того что лига должна еще другим внимание уделить понимаешь камила то что вот бойцы в других лига дерутся допустим вчера ну было довольно непривычно скажем так для нашего подхода когда вагап стоит и его бой там объявляют другом промоушене то что ты их отпускаешь они дерутся приходят еще и у меня же на турнире он делал фейс ту фейс да уже будет сегодня ну и насколько это скажем так правильно может это как раз таки то что вашу лигу делать не лигой а я не знаю промоушеном или ивент компании по сути венком ивентка который вот от ивента киванту я не претендую мы наверно не от ивента кивенту там все-таки есть понимание что сейчас у нас краснодар что там у нас сочинский турнир там московский там красноярске все-таки есть но здесь больше ивенты больше промоутерская компания такая нежели мы так и называли всегда нежели лига который там на что-то претендует потому что понимаешь я вот просто понимаю что за эксклюзивность взаимоотношений с бойцами нужно всегда платить деньгами и нервами и по-моему промоушен лига платит всегда больше потому что боец потом приходит и говорит ну вот у меня подписали теперь будьте любезны а так с тем же вагабом ну как пример да то есть понимаешь если вагаб выиграть у кудряшова то вообще шикардос мы скажем смотрите человек выиграл по боксу у топа боксера и сейчас что будет драться защищать свой титул по мма и аудиторию расширит да если проиграет кудряшова ну найду что сказать потому что все-таки он не тот боксер что кудряшов скажем у боксеру проиграл тоже другой вид спорта а вот есть он все не в нокаут улетит вдруг вагаб и придется потом долго лечиться не дай бог то здесь да здесь это мой промах будет потому что у меня 15 июля для него бой организован и хороший бой с кудряшовым будет хорошим промо для этого боя кстати часто возникает такая ситуация что к нам ребята идут а можно ли выступать в поп мм или боксе нельзя потому что у нас бои часто мы вам даем часто и ваш нокаут или что-то осложнить наши планы бывает такое вот это другая другая концепция получается что а получается эти пацаны не могут попом мм получить то что многие получают из наших бойцов они идут попом мы ворвали чуть подрались медийность 1015-20 подписчиков instagram набежала немножко над речью поработали да там нам показовали хоп и обратно у нас же они же у нас выступает и к ним за ними приходит аудитория ну мариф это прям самый очевидный из примеров ровно год назад в этом же составе мы обсуждали еще веяние поп мм и там тоже были прогнозы такие вот в частности камил ты говорил что ну буквально пройдет время останется пару таких крепких игроков остальные все отсеются но сейчас мы видим что есть наше дело со своей такой ниши есть хардкор мм и которая очень сильно продвинулась есть арена у которой теперь амбассадор наверное самый громкий человек из мира мм и это магомет исмаилов ну в общем там достаточно игроков на рынке хайп файтинг со своим реалити не значит ли это что это индустрия она сама по себе более все таки широкая я считаю что останется два-три игрока в итоге как и как и в мм и чтобы не говорили в мм и в стране есть там ну три игрока ключевых это вот мы и rcc наверное нет есть другие прекрасные лиги не спорю но это знаешь такой факультатив люби история такая что люди занимаются другими делами да в основном и по ходу пьеса организовывают турниры а игл но игл сейчас вообще знаешь сам же спозиционировал себя как лига такая которая больше на зарубеж работают вот так поэтому здесь мне кажется у них прямо очевидно вот эта концепция сегодня что это зарубежная лига даже больше может что-то поменяется ну когда было gfc вы помните да на российские бойцы турниры все в россии да и так далее а игл все-таки нет игл вот я смотрю сейчас что происходит и поначалу игл тоже был россию да сейчас смена концепции мне кажется очевидно это выбор лиги и сейчас вообще приходится делать выбор к сожалению ты либо здесь либо там также из попом мэй будет хардкор труп док уже никуда не денутся все остальные мне кажется будут переживать взлеты и падения удивился ли ты что магомед исмаилов такая большая величина стал амбассадором и я по мамой не знал нет а ты от арена я название слышал ты бои в арене видит и бои арены видят я ни один бой не в одном промоутера их моряк реванш там проходил до час не видел сейчас ты мне говоришь я я в курсе да но я на самом деле даже этого не знал для меня попом мэй это топ-док хардкор если честно что что нужно сделать чтобы магомеда на такой эксклюзив подписать к себе чтобы он не просто представлял деньги но это же очевидно я думаю магомед же не будет сейчас нам тоже можно и мой этот вопрос задать и можно руководителям лиги это очевидно это просто взаимовыгодный кейс это конкретный лом мага такой локомотив значит который за счет большой активности соцсетях он развивает эту тему и есть арена который нужно сейчас просто хайпануть уже какие-то громкие громкие имена мага наверно после хабиба по медийность по всему там самое громко вот и все да тем более мага сейчас слушать да поймут меня правильно все после того что произошло в сочи 15 16 октября мага уже есть папа мэй он как бы все уже туда пошел я же папа мэй это же не это не то слово которым я когда-то пытался кого-то задеть просто другой жанр папа мэй это когда не не классическое ммэй так скажем да не классическая вот вчера у нас было в дженни попом а шлеменко исмаилов и дженни попу да но если твой вообще стоит значит я уже 15 раз наверно сказал вот как бы не сглазить значит смотрите вот он варенье он с дурадолой дерется понимаешь да вот он сейчас больше там вот 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 там где вот где другая чуть и аудитория где по-другому все воспринимается по-другому все обсуждается он больше там хорошо это или плохо не знают уже пускай болельщики рассуждают со шлеменко да это будет возвращение в мм и конечно классический тут вообще без вопросов по большому счету камил но мага создал сам себя но вы же поспособствовали этому после первого боя с владимиром началась вот эта вся медиа активность потом и сей еще выше задрали планку боем с вами штриховым с александрами яненко и мага говорит что его никто так никогда не ценил в предыдущих лигах как его ценят вот сегодня версии что там его покупали билет хвост самолета и так далее вас как функционеров ну как вы отнеслись к этому не знаю как функционеры или просто как понятие на как вот как пацаны но я с пониманием потому что это сейчас лига которая кормит магу и он сейчас должен ее хвалить но знаешь что меня вызвало недоумение недоумение я сейчас могу долго рассказывать меня это где-то заделали да нет я считаю что я это все дело что должен был могу меня жил в хороших отелях всегда он был главных боях там и так далее там подобно я с низкого пылинки не сдувал но это не мой стиль знаешь вот может там вокруг него пылинки сдувает хотя с другой стороны мужа это не надо я другое скажу как он может говорить что это лучшая лига если он мне еще даже ни разу не подрался вот это понимаешь он пока все что произошло с магой он прилетел до ему там прислали наверное rolls-royce привезли его разместили да там все наверно на высочайшем уровне но ты еще не дрался в этой лиге ты еще не сполна не прочувствовал все что может быть да поэтому ну мне кажется что это заявление она очень преждевременно плюс плюс у асламбека в этом плане наверно проблем нет а у меня с магой всегда была небольшая проблема он всегда считал что вот-вот я выкину какой-то номер чтобы ему стало некомфортно потому что я хотел что выиграл меняев понимаете да мы видят бог я вот все что должен был сделать как организатор я для них сделал в равной степени а мага это знает но все равно вот это чувство что сейчас смотрел будет какая-то подстава уже владимир ваш друг да она его на это чувство и она его не отставки не оставляла поэтому ему вот все что я пытался сделать может она ему не очень комфортно заходил он видел где-то в чем-то наверно подвох мага вот но в итоге его не было бы смогу оба это знаем у нас все нормально но если магомед действительно так считает он молодец если он не боится озвучивать свои мысли никогда не боялся если не боится задеть кого-то обидно может быть такое что человек реально ребята без обид здесь я чувствую себя звездой потому что здесь на мне акцентируют внимание и это не значит что у него ему было плохо там но здесь лучше но есть другой момент мне кажется вот когда он делал заявление и лично с марбеком общался когда он говорил что я готов драться бесплатно или там это будет моя последняя лига в лига в моей карьере или то что я ни в коем случае не проведу бой с владимиром минеевым я не дам ему возможность заработать на своем имени а сегодня эти процессы произошли я думаю где-то это можешь против магомеда сыграть то есть он может стать заложником своих слов и где-то ему это припомнят если его это устраивает и не беспокоит то вообще проблем нет но скажем так он создал прецедент чтобы ему напоминали хорошо а ты вчера в россии говорил что они лучшие ты говорил что там завершить карьеру ты даже говорил что готов драться бесплатно а после этого там через год в инстаграме выставляешь почему мне не дали бонус там air бег молодец а вот алексей плохой или там лига если хороший вот асланбек плохой он усомнился в моих спортивных качествах то есть эти моменты мне кажется они где-то будут против него игра знаешь еще такой момент вот тут и новую тачку покупаешь ты едешь тебе в ней все нравится и считаешь лучшей тачкой в мире да про женщин сейчас не буду говорить вот ты едешь и потом меняешь тебя следующая машина она тебе кажется лучше в мире потому что и сейчас на ней едешь только потом когда ты уже древний когда у тебя все уже было ты смотришь назад только тогда ты можешь сказать там тачка была реально лучший да понимаете сейчас эмоции определенная вот он сейчас здесь он в этой лиге он должен как наверно как профессионал может быть он должен укачать а кстати что это свое слово с ареной раз они арена лучше промоушен в мире он там не не выступает он ее представляет может быть даже что действительно ему бизнес-класс какой-то супер номер но может быть что этого не было не войсей не файл плане чудо ну может быть что он реально так думаю вы просто дал даже задать маги вопрос почему по каким критериям уже говорю у них он дрался раза 4 4 было 4 у меня три раза он дрался да со всеми там плюсы и минусы шероховатости файт найса всегда больше чисто технически вот ну там вот потому что я вижу в осей какие-то вещи вот с точки зрения знаешь там катманы где-то вот моменты вот такие формальные моменты лучше всегда отрабатывать я даже говорю врачи ты-то знаешь и так далее у нас в этом плане чуть сбои бывают надо называть вещи своими на версии может быть там вообще все эти вещи деле но он не выступал еще там он еще этого не видел еще этого не хлебнул понимаешь посмотрим вот еще момент если говорим о таких звездных именах и звездных именах которые имеют отношение как камилу так и коллеги и сей к сломбеку расул мерзаев боец лиги и сей провел там недавно бой с дудаевым говорит он сейчас что контракт его закончился с лиги ну во первых так ли это насколько это да контракт закончился и знаешь чисто по-человечески на очень хочется дать рассулу еще шанс а если он не примет решение уйти куда-то амси файт найт или версии силе куда-то еще если он готов драться принципе мы готовы ему устроить бой еще один потому что давайте объективно старые же человека пока объективно смотреть ну наоборот мы хотим ему дать реабилитироваться чтобы три нокаута перед после такой скажем так жесткой оппозиции но снизить оппозицию дать ему все таки он зарабатывать неплохие деньги и я думаю они ему лишними точно не будут и а сейчас если он останется где-то на обочине без боев никому не нужным это будет жестоко и мы ему дадим бой если он готов драться мы с кем ты видишь его бой с брондау однозначно а брондау разве еще в лиге но он то у него тоже закончился к ну как заберется да ну поделил вот это тот как раз лучше что да он подерется у радмира габулина где-то вот в этом случае мы сделаем исключение вот просто один бой сделаем мир заев против брондау кто выиграет тот останется в лиге почему нет вот камила как ты считаешь ты много говорил про путь рассулу что у него бы карьера сложилось иначе если бы он остался файт найт и прощать лучше анал должен был драться время тем более вот как ты считаешь что столба что нужно было сделать лиги и сей то есть как его продвигать но чтобы может быть более рационально воспользоваться им как таким медийным активом да если может так выразиться ну рассул на тот момент когда он попал в лигу и сей он должен был драться только в со главных бы я не говорю главного в со главных боях точно и тогда должен был драться с брондау а он дрался шахбулатов например это 2 2 1 боя с бразильцем он дрался до 1 боя с бразильцем до нокаутирована при лимах он дрался но там такой карт был что до рассул звезда до статусная звезда но но вы меня спрашиваете чтобы делал я подписываю его с его тогда именем я бы ему давал только там со главные главные бои и тогда бы все это раскачивалось бы и так далее тому подобное может быть тогда может быть он даже лучше бы себя чувствовал плане того лучше бы готовился а потом вот ну бразильцам хорошо хотя там тоже звоночки тревожные звучали в плане спорта как он выглядел потом шахбулатов и после этого уже все армана потом уже все тартаро вы бы дали ему вот шамеля шахбулатов назовем никогда в жизнь абстрактного не вообще она в жизни не когда бы не дала это чисто бой для шамеля шамелю бы расула я дал и себе шамелем занимался расула шамеля никогда в жизни смысл какой ты можешь пропустить от бьющего парня который медийно пока из себя ничего не представляет но очень опасен вообще никакого смысла это было надругательство над расулом определенный смысл слова как бы да и ну я считаю но отчасти было сознательно как есть говорю сознательно скормили молодому парню да не на самом деле такой задачи не было мы просто открыли ростер и посмотрели с кем из известных бойцов мог бы подраться расул мирзаев с борисовым вместе тренируются дудаев дерется с борисовым на этом же турнире керимов дерется за пояс то есть стопами его бои они не складывались никак что мы тогда на брондау не было кстати он 66 61 тогда уступал рассол и мы тогда на 61 но посмотрели что мы можем для него сделать где сплошные ноунеймы скажем тогда как любят говорить что нет ему ровнее в плане медиа узнока раханьян не болт тогда не было и он тогда уж это же на 60 мы просто думали смотрели но давайте тогда сделаем стилистически хороший бой то есть человек который будет драться сам и даст драться рассулу которые не будут прижимать его клетки и так далее и решили но честно я скажу а я и шамилю об этом говорил я не верил в победу шамиля и просто ну как бы я принимал участие в организации этого боя но я шамилю говорил ты проиграешь как бы он горд ну хорошо дайте мне этот шанс все думали что шамиль проиграть кстати что жаль и на не было сейчас чем занят он чередует победой поражения подрался за титул неудачно но как красу мне в интервью сказал победа надо мной было для него самой большой в карьере это ну то единственное что у него есть там после этого у него синяя галочка появилась в это рассыл так говорит но действительно шамиль хайпанул после того боя наш хайпанул а развитие такого но я не говорю кто виноват сам наверно виноват первую очередь такого развития не получилось ну пытались да и до сих пора пытались расул это человек который уже по состоянию на 2018-19 год он уже не мог бы все равно при том объеме что он тренировался он бы все равно не мог уже показывать высококлассных боев и чтобы его реально использовали как медийную персону ему нужно было давать бои с людьми чуть другого плана не такими бьющими понимаешь потому что он уже и особенно после известных событий сейчас смотрю что не держит удар он не держит и поэтому вам вам она с дудаевым скажу честно у него были шансы он отправил нокдаун неплохо на что и зная как он готовился и он был мотивирован на самом деле мне казалось что он может выиграть у дудаева то есть когда нас начали обвинять когда камил там интервью сказал там очередной раз там добивают скармливать и так далее честно я на бумаге видел у него шансы и в принципе в начале боя они были но абдурахман ударил и не такой скажем так удар который обычно нокаутирует да и сам абдурахман уже не держит он теперь это уже очевидно он не держит удар а все-таки раз у звезда дома не может здесь его бой кстати с абдурахманом набрал наибольшее количество просмотров на нашем скромными сама фигура фигура твой совет сейчас раз умер за его он свободный агент что ему я бы на его месте сейчас по правилам грэплинга выступал если есть где вот раньше было и себе джей не заплатят столько не сейчас нет таких коммерческих турнира дома мы играть бой с брондау папа мама и не а папа мы еще хуже знаешь почему ситуация будет его там жестко нокаутирует какой вообще олень здесь и здесь убьют пацаны нормальный понимаешь здесь то они может быть кто-то больше булата был неизвестен да ну туда и сам фигура аспана фигура понимаешь здесь он им проигрывает хотя бы потом на ростер смотришь ну ладно проиграл именам а здесь какой-то выскочит нам персонаж понимаешь вот и не персонаж хорошее слово поэтому нет персонаж надо определиться хорошее слово выскочит какой-нибудь чайка будет олень вот выскочит и нокаутирует рассула и знаешь и будет какой-нибудь знаешь двадцати трехлетний вчерашний студент который спортом то никогда в жизни занимался есть такие ребята мы пришли последние два года что то делаю знаешь там и так далее и он нокаутирует рассула если это случится но это вообще будет вот мне прям будет горько камил вата не надо ему нужно с бронда убой кстати хороший в одном из интервью расул сказала очень тепло отзывался о файт на и сказал что это как дом родной что вы как отец и допустил возможность что там в каком-то ближайшем будущем вполне возможно что вы там встретитесь поговорить и ну в целом-то приятная новость и как вообще относитесь к этому возможно да нет я это слышал уже много раз и он сам уже не понимает что говорить не они а встретились поговорить вообще не вижу проблем ну то есть правда не особо не о чем а насчет его там каких-то выступлений вообще не вижу смысла вот встретились поговорили но как сказать а где мы встретимся умышь поинт я на велосипеде в лужниках не катаюсь на турнир вчера приехал бы допустим он да вот если ему это надо почему он этого не делает а уж нечего сказать а кстати почему вы журналисты муника не задаете вопрос жалеет ли он о том что 2018 году сбежал разного у него же версия другая он просто говорит о том что я сбежал не свой тэс у меня просто были проблемы с камиллом и ну я у него спрашивал если у тебя претензии камилу как бы но он особо претензии не выражал почему сбежал нет не почему жалеет ли вот это хороший вопрос вы ему задать жалеешь ли ты может быть же один ответ да или нет даже ну да нет это тем самым признаю что все что с ним происходило по жизни его устраивает либо он должен сказать да я жалею это это на самом деле важно я считаю что жалеет потому что я считаю что этого в россии ряду еще прямо сейчас бы сидел на файт найс первом ряду вот так вот дух пацанов обнимал братишек вот братишек вот сидел в хорошем так у нас красивом костюме с котлами все как он любит понимаешь стоял бы у него какой-нибудь такой мерин у входа муж мерина у него есть я не знаю вот стоял бы знаю что у него было выходил бы в клетку себе для рассул там и так далее фото автографку раздавал понимаешь и так далее черный тигр бы футболки везде бы уходили с автографом да вот эта история но этого сейчас нет может будет камни же вот много говорили о том как файт найс хорошо использует вообще имена различных персонажей и не только но есть обратные случаи вот один из последних это мурад бек к сын бай я видел его интервью вот последнее вестнику и маме и он говорил что но в принципе мы знаем что он всегда очень тепло ли я отзывался он всегда был за лигу и прочее он говорит что вот я как бы вроде бы клики всегда а чувствую в обратном не чувствую как мне также от той а у нас ним начал где-то каждую неделю выступать в разных промоушен ах он сам сделал свой выбор ему нет претензий просто все время говорил я ли моя кровь там вам ничуть кровь fight night так далее посмотрю в одном месте подрал после каждого того как он подрался в одном месте он говорил как раз афайт найс я же говорю говорил говорил все время продолжал выступать выступает Он побеждал, он набивал себе имя. Да нет, а я же не против. Я, например, никогда не говорил, что Муратбек не будет у нас выступать. Просто вообще перестали со мной на эту тему общаться. Никто. Я никогда не говорил, что это парень, который кого-то там, например, обманул, подвел. Никогда такого про него не говорил. Он как бы всегда делал нам респект и так далее. Ну просто должен... Мне кажется, что у него и так все в порядке, поэтому за него никто не звонит, не общается. У него была операция сейчас на сетчатку глаза, очень такая серьезная. А так, как только он будет готов, я ему сделаю сразу бой. Говорили о титульнике с Мухаммедом Хейбати за пояс 66. А нет, какой Хейбати? Ну где Хейбати? Что людей называешь? Хейбати, он выступает, я так понимаю, на хардкоре, правильно? Ну последний бой там, правда? Да, ну никуда вроде как, особо не собирается. То есть сейчас уже Хейбати с Хейбати вообще никак не ассоциировать. Будь Косымбай с Нариманом Абасовым, я бы посмотрел. В легком, но Косымбай же все-таки 66, ну так и собрать. Ну я не уверен, кстати, в этом. В общем, большой, крепыш. Он уже взрослеет, как бы, он больше становится, он уже дядя. Ну все места еще есть, не знаю, вот там есть Тамерлана Шаханов, очень зрелищный, который с Василием Козловым с тем же дрался. Шикарный бой был бы. Не, по Косымбай вообще, у меня лично, я не знаю, что у него там с другими людьми, кто нашу лигу представляет, с Амиром, с Имамом. Я с ним всегда на позитиве. Асламбек, а вы никогда не думали о Мурадбеке, как о таком персонаже, ну о человеке, о бойце, да, из Казахстана, с аудиторией еще и с попом, и мы в том числе? Ну как-то был момент, что он мог выйти на замену. Я не помню, какой период и против кого. Но мы сделали выбор в пользу бойца, у которого лучший рекорд. И, по нашему мнению, лучший, выше уровень. Асламбек, не могу еще не затронуть тему. Не так давно только шумел уход, внезапный уход Ивана Штрякова из лиги ИСЕ. Он буквально должен был там драться через пару дней. В итоге бой совсем отменяется. Он уходит из лиги, возвращается домой в РССИ. Не станет ли это неким прецедентом для ребят, что так легко можно уйти от лиги? И вот, например, история с Артемом Резниковым. Вот эти качели, выяснение отношений. И тут налегке уходит Иван. Может быть, это потому, что, как в сети, опять же, могут говорить, что за спиной Артема никого нет, а за спиной Ивана господин Алтушкин. Ну в интернете, да, много что говорят. Конечно, это неправда. Но у нас есть обратный прецедент. Если скажут, вы отпустили, мы скажем, вот его не отпустили. Кого хотим, отпускаем, кого не хотим, не отпускаем. По большому счету, да? Почему захотели отпустить Ивана? Ну, смотрите, там такая история была, да, у Ивана спрашивают каждый раз. Я все ждал от него ответа. Почему ты ушел из АСЕ? Он говорит, я нужен был дома. В целом, да, это так. Но он подробности никого не посвящает. Была история, да, как есть надо говорить. Мы на него делали ставку, как на медийную личность, потому что он узнаваем. У него были определенные моменты, когда он прославился за счет них. У него по контракту оставался один бой. И мы хотели свести его с победителем пары Муслим Магомедов и Григор Мативосян. Мы ждали этого боя. И, соответственно, когда один бой остается, мы начинаем думать о продлении. И мы ему предлагаем новый контракт и говорим, или же ты дорабатываешь этот контракт, следующий бой титульный, или мы тебе предлагаем на шесть боев новый контракт. Ты начинаешь сначала все. Он говорит, давайте на шесть боев новый контракт. Я связываю свое будущее с лигой ACA. Единственное, пока они дерутся, дайте мне бой, чтобы я не простаивал. Потом поговорили по финансам, выполнили его, скажем так, аппетиты, желания, ту сумму, которую он хотел получить, договорились. И более того, дали ему бой, чтобы он не простаивал. Но после этого возник вопрос, что летом очень хотят нас видеть старшие, я не знаю, друзья в лиге RCC. Могли бы вы отпустить на один бой? Мы сказали, да, мы отпустим, но пусть с нами свяжутся с той лиги, и мы сделали ему исключение. То есть претендент на пояс без пяти минут, мы его отпускаем в июле на RCC. Мы ему поднимаем деньги, как он хочет. То есть мы полностью удовлетворили все его просьбы. А сейчас я понимаю, возможно, я ошибаюсь, что, наверное, это просто с их стороны были попытки, чтобы мы сказали нет и на этом расстаться. Но мы все удовлетворили, все его какие-то просьбы. И после этого он говорит, хорошо, контракт мы отправили, контракта нет. Ждем, ждем, ждем контракт. И до его боя неделя остается. Его менеджер говорит, что Ваня решил уйти. Почему? Он хотел остаться, он хотел связать свое будущее с ACA, но старшие хотят видеть его дома. То есть он не может им отказать, он не может сказать им нет. Ну а как же наши договоренности? Мы под вас подстроились, мы отдали вам бой, чтобы вы не простаивали. Мы вам предложили новый контракт, мы удовлетворили ваши просьбы по поводу гонорара, мы готовы сделать на вас ставку. И то есть вторая история ACA против Резникова, а-ля Резникова, вот такая история появлялась. И честно, не хотелось проходить через все эти споры. Мы бы могли снять его, как мы и сделали с этого боя, и потом ждать, пока муслим подерется, и сказать, твой бой будет за титул. Проиграешь, уходишь, выиграешь, продлевается. Мы могли бы так сделать. Но честно, подустали уже. Тем более насильно мил не будешь, если человек не хочет оставаться, а мы хотим его звездой сделать. И мы ему сказали, Вань, хорошо, не вопрос. Мы разочарованы, да, по понятеным моментам ты нас подвел, по контрактным обязательствам к тебе никаких вопросов нет. А давай сделаем так. Мы тебе не дадим эти несколько миллионов заработать, потому что, ну просто, чтобы ты заработал. Ты уходишь, мы бой отменяем. Потому что смысл нам давать несколько миллионов человеку, который просто хочет заработать и уйти. Просто ты нам ничего не должен. Ты три боя провел, четвертый проводить не надо. Мы твой бой отменяем. Наши договоренности сходят на нет. Все, удачи, пока. То есть, с точки зрения контракта, к нему никаких вопросов нет, он готов был его отработать. С точки зрения рукопожатных отношений и обещаний, ну, как кто к этому относится? Мы его не виним, потому что вот опять снова начнется Эйсей, не умеет отпускать бойцов. Никаких претензий к нему не имеем. Желаем удачи, болеем за него. Но такая ситуация. И пусть каждый для себя решает, как его воспринимать. У тебя осадок такой, в общем, остался? Осадок остался, да. Несколько миллионов сейчас слушаю, конечно. Ну, думаю. Ну, а Иван Штырков нет? Да, несколько миллионов. Не стоит. Четыре миллиона. Не, когда с магой... Аббасов, да. Да, не, когда с магой... Не, ну, Аббасов что творил вчера в этом? Сколько людей, да, движ? Я не видел, чтобы Штырков... Я был на обоих Штырков-Исмаилов. Я сам был. Я помню, ты сидел. В мире, да, и так далее. Ну, да, хороший там, крепкий. Тогда еще, правда, с ковидом были, да, нюансы? Да, и плюс мы... Не было такого ажиотажа. Понимать, что внимание, оно не только там внутри арены, но и по просмотрам каким-то, да, тоже совокупности. Ну, там мага делал свой делал. Ну, как бы за этот бой, конечно, можно платить. А так Штырков... Ваня хорош парит, но... Да ему, на самом деле, на Урале нормально. Ну, видимо, да. Просто он дома нужнее был. Давайте скажем так. Вот раз уж мы пришли к тому, что, в принципе, ИСЕ и Файтнайт, наверное, сложно сейчас называть конкурентами, особенно с измененными правилами. Вообще практически две разные лиги. Может ли случиться такое, чтобы, например, боец Файтнайт пошел в лигу ИСЕ на один бой, или наоборот, боец ИСЕ пришел в лигу Файтнайт на один бой? Ну, допустим, вот... Да легко, я думаю. Почему нет? Не вижу проблем. Вообще, в этом случае, как бы, мы не можем... Когда нам сильно кто-то нужен... Нам, я имею в виду нам. Я думаю, мы всегда сможем договориться. Был момент, когда я набрал Камилу и попросил одного парня к нам в лигу, который сидит здесь рядом, и Камил не отказал. Поэтому мы это оценили, мы это ценим. Если завтра утром кто-то нужен будет Камилу, мы сделаем все, чтобы... Ну, здесь, понимаешь, я же в другую лигу, например, отпускаю людей подраться. Почему я не отпущу ИСЕ? Не, одно дело, когда ты говоришь, с концами забрали бы человека, да? И даже это возможно. И даже это возможно, потому что все равно всегда... Например, придет боец, скажет, но я вот себя там вижу. Вот как сейчас на примере истории со Штырком плюс Медий. Я себя там вижу. И ИСЕ ему готово что-то там давать, там, и так далее. А я думаю, а у меня особо планов нет? Я что, вредничаю, что ли, буду? Я, как бы, конечно, я отпущу человека. Какие проблемы? Пускай развивается. Если у меня, тем более, я не понимаю, что с ним делать. А чем закончился история с человеком, напротив, который... Ну, у нас была идея сделать поединок, реванш Юсу Фраисов против Алексея Махно. Но на тот момент, как бы, Алексей был не в тех кондициях. Юсу Флага хотел бой в декабре. У нас, по-моему, не было готовности. Плюс висогонка было много. Скажем, момента. Алексей был готов после Нового года драться. И Камилл был не против отпустить. Это была неплохая история, неплохой реванш. А если бы, допустим, если мы вернемся к этому вопросу, и если не реванш с Юсуфом, с кем бы ты посмотрел бы бой Алексея, вне своей лиги? Есть ли какая-то история, которая может зайти? Так, да, самовек, сейчас, конечно, на ходу вот так сориентироваться. Я бы, кстати, бой Лехи посмотрел бы, вот, мы тут Персов вспоминали. Вот, я сейчас не про Иссея, я бы вообще, Персов вспоминали. Вот, на самом деле, интересной могла быть история. Значит, зная отношение Лехи вообще к движению, там, попу мэй и так далее. А так, мне кажется, что как раз-таки вот в этом весе 7,7 килограммов у нас там подсобралось людей, которые внутри линии с Лехой бы с удовольствием подрались. И вот Леха бы с ними, возможно, тоже. Мне кажется, что вот там у нас даже поинтереснее. Потому что, например, в ИСЕ, ребята, в 7,7, такие ярко выраженные борцы, они бы Леху просто постоянно бы переводили. Ну, могли бы переводить. Но как раз-таки... Леху еще никто не переводил. Подожди, подожди, я сейчас сразу, ты же не дал договорить. Смогли бы, не смогли, они переводили, они бы просто делали бы эти попытки. Его в сентябре переведут. На одном из турнира. У вас схватка же, да? Да, в Эволове. Там его переведут. Поэтому разбирайтесь сами. Поэтому, не знаю, я так сразу не скажу. Ну, с Лехой всегда интересно. Куат Хамитов вернулся, нет? Куат Хамитов, Алексей Вахно. Тоже, кстати. Ну, Куат бы перевел Леха. Спорим? На айфон. Ну, если Куат готов вперед. А, так да? Давай спорим. Надо тогда будет у Куата уточнить и, в принципе... Потом детали спору распишешь. Хороший бой, кстати. Да-да-да. Интересный. Если Куат готов с Лехой, мне кажется, шикарный бой. Вот. Там и ребята и заработать могут, потому что главный бой, там, и так далее. Ну, это можно и в Казахстане, кстати, сделать. Просто люди, которые дрались с Куатом, говорят, что невероятно крепкий корпус. Баланс хороший. Он базовый. Он же то ли чемпион Казахстана, то ли призер именно по греко-ребски. Да-да-да. Он на перенесный мир борется. Именно корпус. Вот он берет, берет и бросает. Ну, и говорят, он очень физически сильный. Мы потихоньку приближаемся к завершению. Вот Асланбек, учитывая, что финал Гран-при Эсей, он, я так понимаю, состоится не раньше начала 2023 года, потому что Вартанян, Раисов дерутся в ноябре. Да, сдвинулись сроки. Какой бой до конца 2022 года, вот громкий бой, Лига Эсей, как ты думаешь, может сделать? Может быть, есть уже что-то в голове? Какое-то имя? Ну, я считаю, что Абдул-Вахабов против Сарнавского хороший поединок будет. Я считаю, что Туменов против Вагаева хороший поединок будет. Если Туменов готов вернуться, а ему, в принципе, не остается другого выбора. Он не актуальный в UFC, ему не дают бои. Я думаю, это будет хорошая история, учитывая, что они уже подогревают интерес. Я думаю, Дудай, извини, еще все равно вероятность я в голове держу будет Туменов-Минеев. Ну, или вот коллеги перехватят Туменова, да. А по ММИ? Как раз, может, коллеги перехватят Туменова. Также Гончаров-Дудаев хороший бой был. Да, хороший бой. Потому что они тоже уже начали. Дудаев обвинил его в том, что он слетел с боя, усомнился в том, что хотел ли он вообще этого боя. Кстати, хороший бой очень. И стилистически очень. Брандау, Мирзаев. Смотрел бы. Брандау, Мирзаев. Хорошая же идея, Камила. Да, да. Я думаю, в каком бы не... Правда, она моя, поэтому тоже хорошая. Хоть они и не в лучшем положении, скажем так, но это же громко. Да, вывезг хороший. Гончаров-Вахаев, реванш нет. А этот, подожди, Вагаев с Гаджимурадом, кто-то мне сказал. Вагаев, Хиромагомедов, если вдруг Туменов перехватят коллеги, и Камил Перехватят. Продолжен, Туменов 7-7 может драться, да? Да, он же гоняет. И также бой Туменова-младшего, то есть двоюродного брата Биберта против Гончарова. Это тоже один из самых ожидаемых поединков. Два бьющих человека, да? Да, они оказываются вместе. Ну, типа мощь и школа. Они вместе, оказывается, выступали на турнирах по боксу, и когда-то там друг на друга смотрели там в качестве потенциального соперника. И вот там лет через 10 они могут подраться здесь. Хазбулаев против Алихана Сулеймана. Вот бой будет, очень хороший бой. Любой бой в гран-при, я думаю, это будет очень громким поединком. Борисов против Рустама Керимова. Это тоже отличный поединок. И знаете, для этих я знаю всех. Когда в начале года я говорил о переговорах со звездой, и Камил тоже нам советовал Нгану подписать. Кстати, спрашивали про Нгану, там UFC на него в суд подало, то что там он договаривался за их спиной боя по боксу, да. То есть они его не отпустят. Там столько праволочек, что они не отпустят. А ты о нем говорил тогда? А нет, но мы с ним тоже общались. И есть сейчас две суперзвезды, с которыми мы также продолжаем, с тех же пор общаться. Но понятно, немного ситуация изменилась политическая, геополитическая. Процессы произошли. Но есть уже понятный гонорар, на который они согласны. И который Майерберг готов заплатить. Мы же неуслышим. Мы ждем, мы ждем, мы ждем. Не хочется помешать этим переговорам. Но если вдруг даже не получится, мы вам предоставим переписки, доказательства, что мы с ними общались. Но есть договоренность. И очень хотим, потому что турнир завершим 150-м ивентом, юбилейным. Хотим вот что-то такое грандиозное сделать там. Ну и напоследок, вот как мы в тот раз завершали программу просьбы посоветовать что-то или пожелать что-то лиге в плане развития. Вот сейчас тоже. Что может быть, пожелание изменилось, да, помимо девушек в зале, помимо спортивной укомплектованности? Нет, сейчас я лиге могу порекомендовать только побыстрее со Сламбеком договориться о том, чтобы он занял должность президента организации. И все. А так, что тут? Мне кажется, то, что мы говорили, тогда было очевидно. Мы с этого сегодня же начали программу. То, в каком направлении двигается лига ESEA. И я считаю, что если ESEA при всем своем глубоком и качественном ростовере еще и добавит в медийном плане, в плане узнаваемости бойцов, бренда, противостояния, то мне кажется, что тут уже и пожелать будет нечем. А Сламбеку? А еще Сламбеку в Москву придется переехать, мы же договаривались. Офис наш. Это тоже хорошо. Ну, на самом деле, я за этот год немного стал мудрее. Мне так хочется думать. И я считаю, что ничего менять не надо, Камилу. Я теперь прекрасно и ясно понимаю его позицию и его путь. Он по-своему прав и делает все правильно. Ему не нужны ростеры, ему не нужны рейтинги, ему не нужны файт-матриксы, ему нужны ивенты и какое-то понимание, что будет там через несколько боев. Там Бархударян против Вагаба, там Асатрян против 57. Ну, неважно. И это тот путь, и, наверное, при, скажем так, своих возможностях на сегодня, без какого-то крупного инвестора или без такой глобальной помощи, я думаю, Камил максимально выжимает из своего промоушена. А ты знаешь, кстати, я тебе могу сказать, недавно думал об этом, что если даже сегодня появился кто-то с километром денег, какой-нибудь там партнер титульный и так далее, вдруг я бы не изменил концепцию. То есть она тебе уже прижилась, наверное? Да, уже прижилась. Очень много чего было за эти 12 лет, поэтому я пришел к выду, что для меня она максимально комфортная. Поэтому давайте воспринимать нас так, какими мы и есть, да? У Fight Night свой путь, у нас свой путь. Сравнивайте, но будьте объективны. При этом, я думаю, у всех есть свои сильные стороны. А так как кросс-турнир все-таки нет-нет, но намечается, фейс-то-фейс будет? Можем, да. Нам с тобой надо делать фейс-то-фейс. Да, это мы в сентябрю сделаем. Вы сколько раз надо? Давайте рядом встанем. Да, я думаю. Он покажет 8, я 0. Ну, один, один можно. На этой ноте, я думаю, можем и завершить выпуск. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо за то, что пришли, друзья. Всем счастливо. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на гостей во всех разрешенных соцсетях и не только. Всем счастливо. Друзья, всем привет. У Sport24 вышло новое мобильное приложение. Скачивайте обязательно. Там вы сможете следить за всеми новостями спорта.